Почему они так негативно относятся к этой ситуации? Может быть разобраться с этим и объяснить им просто образом. Несмотря на то, что самым старшим тут нет и 18 лет, ребята всерьез обсуждают насущные проблемы Хакасского заповедника. Их задача не столько решить проблемы экологии, сколько правильно донести их суть до гостей природных достопримечательностей. Но главной темой является, конечно же, заповедник Столбы, который впечатляет не только жителей столицы края, но и москвичей. Я слышала, что это один из самых посещаемых заповедников нашей страны. Здесь более 300 тысяч человек проходит в год, и это достаточно впечатляющая цифра. Поэтому желаю этому заповеднику развиваться, и может выйти даже на международный уровень, потому что все перспективы есть, природа потрясающая, люди здесь очень потрясающие тоже, отзывчивые и добрые. Школа такого формата первая в стране, отмечают организаторы. Дети с Москвы, Красноярского края, Республики Хакасия, Алтайского края и Тывы слетелись в Сибирь не случайно. Богаты природными памятниками, наш край нуждается в специалистах особого профиля – заповедных вожатых. Здесь проходит обучение как раз заповедных вожатых, которые будут потом работать на особо охраняющих природных территорий всей страны. Это непростые дети. Они были отобраны на основе, по результатам своей волонтерской, экологической деятельности. Этот этап стал первым шагом к подготовке ребят к всероссийскому слету активистов, который пройдет в сентябре в Хакасии, где продолжится начатая работа, а многие ребята уже смогут попробовать себя в качестве настоящих вожатых. Илья Филонов, Павел Тюкавкин. Новости ТВК.